Мы поговорили о функции Эйлера, доказали формулу, поняли, что она мультипликативна. И главное, доказали вот это вот равенство. Сумма, взятая по всем делителям натурального числа n, значение функции Эйлера, это число n. Так вот, теперь мы готовы разбираться с теоремой Гаусса на первообразном элементе. Вообще, есть несколько доказательств. Одно из них звучит так. В любом поле конечная мультипликативная группа обязательно циклическая. Для этого надо знать основную теорему о агеновых группах, конечно, порожденных. И, собственно, теорему о том, что у многочленов не бывает слишком малыш. Это очень естественная именно с своей общностью теорема. Просто для любого поля доказываем и говорим, что поле вычисленного простого модуля, это тоже поле, значит, там это тоже есть. Вот одно доказательство, я его потом подробно расскажу, но не сейчас, чуть-чуть потом. Другое доказательство основано на том, что мы в некотором смысле построим этот самый первообразный элемент. То есть, возьмем число по минус один, разложим его на простые множители, произведение степеней простых чисел, и дальше немножко подумаем-подумаем и скажем, что же это такое за первообразный элемент. И третье доказательство, оно выглядит так. Мы поймем, что для любого делителя числа по минус один, числа r, элементов порядка r, или вообще нет ни одного, или в точности фи от первых штук. Но всего ненулевых остатков по минус один, и у нас есть вот эта формула. Поэтому, если мы проходим по всем делителям числа по минус один, и каждый раз берем ферн, то мы набираем по минус один. Если мы хотя бы какие-то слагаемые, хотя даже одно пропустим, то мы уже не наберем. А вот, не знаю почему, мне в детстве это доказательство почему-то очень не нравилось. Мне казалось, что вот предыдущие два, что называется, правильные, а это какой-то с обманом. Ну, на самом деле, конечно, никакого обмана, никакого обмана в нем нет. В общем, все три хорошие. Давайте, давайте выполнять программу. Пожалуй, начну со второго, просто потому, что формула на доске уже написана. Смотрите, так, вот это лучше криво набираем. Так, что здесь у меня на самом деле написано? Число p минус один представлено в виде произведения степеней по парам различных простых чисел. Число p простое, естественно, p1, p2 и так далее, тоже простые и все разные. Что утверждает малая теория Ферма? Что а в степени p минус один сравнимо с единицей по модуру p, если а не делится на p. Если а не делится на p. Замечательно. А давайте рассмотрим не в степени p минус один, а в степени p минус один разделить на p1. Возьмем меньший степень, а здесь показатель. Может ли так быть, что все остатки удовлетворяют этому сравнению? Нет, не может. Почему? Потому что многочлен х в степени p минус один делить на p первое минус один имеет степень меньше, чем p минус один. Значит, и корней у него тоже меньше, чем p минус один. Значит, найдется такой элемент. Давайте его торжественно обозначим а первое, что здесь не единица. Итак, что произошло? Я сказал, что степень слишком маленькая. Когда вы берете вот такой многочлен, у него корней меньше, чем p минус один. Значит, найдется такое число. Отлично. Но ровно так же обсуждаем. Мы получаем элемент, обладающий таким замечательным свойством. А второе в степени p минус один разделить на p2 не единица. И так далее, и так далее, и так далее. А катая в степени p минус один разделить на p катая тоже не единица. Такие как элементы существуют. Что я хочу найти? Хочу найти первообразный элемент. То есть элемент порядка p минус один. Я думаю, что я его уже нашел. А1 возведем в степень p минус один, деленная на p1 в степени альфа один. А2 возведем в степень p минус один, делить на p2 в степени альфа два. И так далее, и так далее. Акатая возведем в степень p минус один, разделить на p катая в степени альфа катая. Я на самом деле возвел эти элементы в довольно большие степени. Скажем, а первое я возведем вот в такую степень, а второе я возведем в степени распределения и так далее. Так вот, давайте полученный элемент обозначим буквой а. Я утверждаю, что он измерет тем самым первообразным элементом. То есть порядок элемента а равен p минус один. Для того, чтобы правильноить это, давайте вспомним. Порядок любого элемента обязательно является делителем числа p минус один. Ну, у нас просто там были циклы, которые не доказали, что они были все одной длины, а вместе были минус один длины. Отлично. Значит, когда вы проверяете, то вы должны проверить такое равенство. А в степени r сравнимо с единицей по модулю p, такое сравнение, где r меньше, чем p минус один. Отлично. И при этом p минус один является делителем. При этом p минус один делится на r. Но, когда вас интересует такое сравнение, если p минус один делить на r, это большое число, состоящее из нескольких простых множителей, то вы можете ее немножко увеличить. Вы можете вот одно из простых чисел, вот из этого частного. И от этого, что называется, оно все еще будет меньше, а проверять будет проще. Поэтому, на самом деле, если мы проверим для r, которое равно p минус один разделить на p, на p первое или на p второе, на p с каким-то номером, то в таком случае, и получится, что у нас не единица, то в таком случае и всегда будет не единица, и а будет тем самым первообразным. Отлично. Отлично. Давайте возводим число а вот в такую степень. Что у нас тогда будет? Давайте я вам пишу именно p один. Понятно, что для любого друга будет так же. а первое будет в степени p минус один умножить на p минус один и разделить на p первое в степени альфа один минус один. А второе будет в какой степени? Здесь очень интересно. p минус один разделить на p второе в степени альфа второе умножить на p минус один и разделить на p один. Господа, я докладываю. Я докладываю, что вообще-то вот это число является целым. Просто потому, что p минус один делилось на p один. А здесь у нас есть p минус один. Значит, это единица. Очень хорошо. И вообще-то по всех остальных местам будет так же. Вот у нас здесь было p минус один делить на p катая в степени альфа катая. Он умножить на p минус один делить на p один. И они совершенно замечательно объединяются вот это число целое и получается единица. Значит, интересно вот в этом месте. Интересно вот в этом месте. Что у нас здесь есть? Давайте напишем. Это а первое. Как излагалось число p минус один по степеням? Это было p два в степени альфа два, p третья в степени альфа третья, p катая в степени альфа катая. Отлично. При этом все время в квадрате. 2 альфа два, 2 альфа. Потому что мы заинописываем два раза. И еще умножить на p первое в степени альфа один минус один. Вот такой вот ужасный показатель степени. Ну, секундочку. Мы знаем, что число p минус один у нас имеет вид p один в степени альфа один, p два в степени альфа два, p ад в степени альфа один. И все порядки являются делительными. Поэтому вот эти вот два альфа два, два альфа три, два альфа катая вообще к делу никак относиться не могут. Значит, если бы было сравнение, если бы вот это было сравнимо с единицей, то тогда не без двоек это было бы сравнимо с единицей. Замечательно. А без двоек, между прочим, это в точности то, что мы вот здесь написали. а один в степени p минус один делить на p один не сравнимо с единицей. Идею, мне кажется, я рассказал. То есть сначала подбираем вот такие вот числа, потом их возводим в достаточно большие степени, перемножаем, ну и у нас получается тот самый.